Дачный сезон в разгаре, а до дачи не добраться. Мы вновь возвращаемся к ситуации с паромной переправы на остановке пригородных поездов дачной в поселке Атамановка Четинского района. Дачники что левого, что правого берегов уже потеряли надежду на то, что когда-нибудь откроется такой удобный и привычный водный путь. О том, что происходит сейчас по обеим сторонам реки Ингада, расскажет Любовь Хорошего. На правом дачном берегу становится все безлюднее. Оставшиеся дачники подсчитывают потери. С прошлого года участки побросали еще несколько десятков семей. Когда-то численность шести кооперативов превышала тысячу человек, теперь в половину меньше. Брошенные дачи, бомжей полно. Это милиция, сюда ни милиция не приедет, ни скорая не приедет. Вот так что случись, никто не приедет. На сегодняшний день мы как изгои общества. Мы никому не нужны. В начале лета у людей была появилась надежда, что хотя бы к июлю проблема решится. Время шло, а паром так и не появился. Что касается причалов, то работы по их восстановлению начались буквально накануне. Хотя проект был готов как минимум две недели назад. Река после дождей сильно прибыла, и нижняя часть причалов оказалась под водой. И разрушенные конструкции не поднимешь, и для новых основы не поставишь. Как только Ингада пошла на спад, взялись за работу. Здесь нам нужно залить фундаменты, выставить столбы опорные, ролики, лебедки. Вот это основная работа сейчас на берегу. С той стороны мы планировали тупо аппарель восстановить, но там пока не представляется возможным. Там фундаменты разрушены, будем на базе той аппарели делать вторую аппарель. Подрядчик планирует уложиться с ремонтом причалов к первому августа, опять же, если не пойдут сильные дожди. Дачники со старой закалкой за ходом работ наблюдают скептически. Многие сомневаются, что новые конструкции устоят во время стихии. Хотя бы по той причине, что с этой стороны реки нет волнорезов, способных сдержать натиск ледохода весной. Непонятно людям и суета со строительством нового парома. Вы поймите, паром-то у нас есть. Зачем он нам нужен? Там паром. Он у нас паром отсюда вот 500 метров стоит, две банки. Вот. Сам МЧС сказали, что этот паром держит 22 тонны. Нам сейчас делают 10 тонны. Понимаете? Зачем? Я говорил администрации, вот там Ановки ездили, говорили. Зачем вы делаете паром? Лучше вот сюда сделать эти деньги. А паром-то у нас есть новые банки, мы же их купили. Как сообщил директор Сретенского судостроительного завода Петр Пахитонов, новый паром даже не начинали строить. Сейчас готовится проектно-сметная документация. Ориентировочно новое плавсредство будет готово только к концу августа. Эту информацию подтверждает и в администрации поселка Атамановка, объясняя перенос сроков возросшей стоимостью парома. Вот это тот самый паром, который по большой воде унесло нынешней весной. Внешний цел почти не помят и даже не разбит. Жители шести дачных кооперативов не раз обращались к специалистам с просьбой обследовать судно. Однако все остается без ответа. Новый же паром в итоге обойдется в 1 миллион 800 тысяч рублей. Любовь хорошая, Сергей Артемов, Вести Чита.